здравствуйте друзья с вами картрейсер тиви сегодня 12 февраля и я нахожусь на трассе 66 ледовом комплексе куба я буду кататься на 9 сильном карте по заснеженной трассе с ледовым покрытием приятного просмотра и погнали выезжаем прямо за конусы не заезжаем блуждать по трассе нет 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 блуждать негде если за конусы не заедете то блуждать негде остановка сначала финишный клад потом красный почему нет я вам просто покажу что у вас время кончилось что и покажу куда заехать поворот оттуда выходит я вам покажу что сюда нужно будет на дублер сместиться когда время кончится посмотрите там ракурс камера настроена красная моргает время идет а вот и выезжая на трассе пусть вроде всех началом трассе похож на лабиринт пока изучая траекторию такой угловой поворот и сразу сообразил здесь такой вот интересный разворот с интересным апексом а вот и стартовая прямая миновал конусы двойной левой интересно достаточно эско уже немного освоился покрыть такое интересное местами держа красный кое-где есть снег кое-где голый лед вот здесь вот в этом месте в хорошо освещенном все довольно просто правда вот этот левый поворот интересный слетел я немножко с траектории уже начало получаться склон по стартовой прямой довольно такой драйвовый прикольно немножко оттолкнулся от бруствера уже нашел такой неплохой темп но не везде пока траектория правильная максимально эффективная стараюсь стараюсь разобраться в трассе пытаюсь уже залетать в этот поворот все равно слишком быстро отталкиваясь от бруствера поймал держак на разгоне вот уже догоняя одного из соперников интересно будет посмотреть как они едут как всегда любой гонщик который приехал на новый картодром смотрит как другие проходят повороты и самый внимательный в любом случае получит какой-то профит от всего всего так вот я уже немножко подобрался сопернику еще пара поворотов я уже буду дышать его в затылок вот уже о чем я говорил вот вот его немножко подразвернуло из-за этого я немножко потерял времени пытаюсь на разгоне достать его но здесь в этом месте опасно атаковать не дай бог что он вылетит когда-нибудь в бруствер и будет столкновение между нами вот его немножко занесло я более плавно прохожу поворот тут он раскачивает по-моему излишней машины вот я уже на внутренней траектории пытаюсь его обогнать атака прошла лишь бы удержаться в повороте и да мне это удается пытаясь снова залететь в этот 90 градусный правый поворот вот у меня уже получилось первый раз получается я уже оторвался от своего соперника но здесь немножко ошибся можно было быстрее выйти из этого поворота но в принципе я быстрее в него залетел зимняя траектория отличается от летней поэтому тут не все так очевидно главное поймать такой зацеп на выходе не попасть в гололед особенно это касается бесшиповых гонок вот я прошел эску уже на шпильке достаточно такая открытая скоростная здесь вот такой правый поворот я уже примерно освоился но в этот раз не так гладко все прошло поперся я немножко на брусе вот так надо подкатить этот поворот потому что внутри есть такой небольшой убор из-за которого я передними колесами цепляюсь из-за этого возникает избыточная поворачивание поезд заходим двойной левый здесь нужно как можно уже держаться потому что если наружу вылетаешь там колеса взрываются в снег так левый поворот остается позади короче прямая сколько я уже катаюсь там довольно долго я думаю вот тут соперник ошибся поэтому мне пришлось остановиться и ныряю внутрь немножко задеваю соперника меня разворачивает а он продолжает движение ну хорошо что я хоть не застрял поэтому все довольно неплохо закончилось он сам походу торчал на повороте какое-то время поэтому он уже на круг окнал и дело времени пара поворотов я уже дышу и высоту так он как там внутри оказался пропускает пропускает меня пропускает давай езжайте не буду я с тобой бороться так мне показывают что можно продолжать движение я думаю уже прокат закончился но нет но нет уже 7 минут катаюсь так так соперника немножко подразвернуло вот у меня появился шанс его обогнать так я думал что на петле надо заворачивать нет все таки не надо я неправильно понял судей так 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 левый поворот я слишком быстро дохожу поэтому опёрся на бруссвер и потерял какое-то время не совсем понятно что там судьи хотели сказать то есть маршал трассы то есть маршал трассы правый поворот вот так вот его надо проходить можно ещё даже агрессивней в принципе шины и мотор позволяют по внешке тут можно так бороздить неплохо тоже получается так так левый слом почти вылетел бруссвер все пошлось здесь здесь я внутри эффективно на эску прохожу так вышел из эски короткая прямая торможение перед левым шпилька осталась позади здесь мне показалось что соперник улетит бруссвер поэтому я аккуратно постарался держаться внутри и тут уже на входе шпильку обгоняю соперника но меня немножко разворачивает не очень удачно прошла атака соперник пытается меня пропустить так у него зацеп явно лучше снаружи я его немножко подпустил чтобы посмотреть как он проходит этот двойной левый так и он разложился короче я застрял за ним ждем маршалов так как с нами никто уже не катается в принципе я могу сам вытолкать машину и помочь сопернику маршал быстрее уже подошел сейчас он меня немножко оттолкнет а его карты развернут в правильном направлении для движения так сейчас соперник сядет и поедет все нормально? а? а сколько там еще? еще минуты четыре плюс-минус а? ну вы сам все слышали решающие круги показать какое-то время секундомер тут конечно не засекал никакое время но все таки было интересно понять эту трассу понять как тут гоняют местные засекдаты и есталов так двойной левый это самое интересное место трассы здесь главное оставаться на нужной скорости на апексе так могу теперь держаться внутри но соперник меня немножко поджал из-за этого я воткнулся во внутренний брусс такое бывает в ледовом гонках ничего убедительного в этом нет отталкиваю самостоятельно свою машину чтобы поставить ее во внутреннем в верном направлении движения так что там маршалл там внутри сигнализирует наверное хотел подбежать но я быстрее справился так вот этот левый интересный разворот вот так в принципе и надо его проходить так левый излом почти на полной скорости 10 на 3 и здесь соперник застрял удачно все получилось эско позади осталось здесь на разворот идем соперник передо мной посмотрим получится ли у меня его достать это самое интересное место в плане ошибок все благополучно проходим вместе вот я прохожу соперника по внутреннему радиусу на торможении ухожу с последнего поворота и мимо боксов устремляюсь к первому излому и двойному левому повороту снова эско остается позади раскатываем трассу она все быстрее и быстрее становится с каждым кругом уже как нож сквозь масло прохожу левый поворот разворот в принципе неплохо удался хотя могло бы быть и получше так двойной левый здесь немножко брустверд спану неплохо неплохо так вправо 90 градусным тоже неплохо но здесь главное чтобы не подкачать фига себе с каким дрифтом я тут занырну ну и все маршал показывает движение на питлейн остановил движение карт полетов ну сколько вот катался примерно около 12 минут наверное но это с учетом пауз во время чрезвычайных происшествий так сказать все ждем соперника и уже на разбор полетов ну что ж подписывайся на канал картрайсерс ТВ следите за обновлениями в моем инстаграме ставьте лайки, комментарии и до скорых встреч пока это лучше из прокатного то что я ездил а ну у нас есть еще ну она правда вот сейчас заездит я имею в виду зимние а зимние вот у нас есть машина у нее короткая пара стоит то есть она на разгоне побыстрее чем это но вот именно на этой трассе вот как сейчас ехали она в максималку не упирается то есть она на старте чуть побыстрее идет на разгон но по прямушке вот на которой вы ездили она будет немножко уступать у нас Лодыгин тоже такую подобную трассу сделал не в Ижевске или? нет, в Тольятти в Тольятти да? раз, два, три, четыре в Тоне да? 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 отлично вообще хорошая трасса ну и сегодня еще это высеченная конфигурация у нас что длиннее бывает конечно конечно там видели сколько конусов я вначале чуть не заблудился четверт